А что ты ищешь? Начинается дождь. А меня посылают в магазин. Тебя не посылают, а отправляют. Посылают, это куда подальше. А тебе направление дают. В общем, мне надо купить лук. И это. И яйцо. А я не могу. А что ты не можешь? Если ты быстро побегишь, ты успеешь. Ну, я сейчас зону пойму. Но я не могу пойти вот с этим. Я с этим пойду сейчас. Правильно. Люди с патчами ходят, и ты иди с этим. Да? Да. Ну, правда, что у меня стал лучше овал? Скажи. Ярко выраженный второй подбородок. Нет, ты же, серьезно. Прямо уменьшился. Видишь, уже прям стал овал видно. Ну да, отчетливо. Ну что, что ржать. Что есть, то есть. Я серьезно. Сейчас этот одену. Ты поправляй, чтобы там расправляй второй подбородок. Я дед, что его как не надо сделать. Ты его расправляй. Да что ты меня учишь. Видишь, курица учит. А так у тебя как будто зуб болит. Хорошо. Пусть зуб болит. Он у тебя неровно. Пошли в зеркало глянешь. Не надо, пусть будет так. Включить надо. Сейчас сначала отключу. Что же разогрел? Что-то не сильно слышно его. Он, наверное, разряжается. А, не, видишь. Гудит на мне. Что? Сейчас наибольше поставлю. Смотри. Семь, восемь. Восемнадцать? Наверное. Оборотов. Слышите как? Слышу, слышу. Больше слышно, как оно гудит. Что-то они там ремонтные работы делают. Смотри, только не на мочи, а то это молния может прилететь прям в лоб. Ну, я вот так и пойду. Сейчас возьму. Хочелек. Правильно. Так и иди. Я не знаю, мне надо брать этот. Кого? Тачку? Тачку. На, ты будешь вызывать бутылки? Да. Тогда бери. Бутылку возьму, сдам. Хочелек. Привери сейчас сколько денег. Сыр 30 евро. Нормально. Ты знаешь, что уже сегодня первый день второго месяца лета? Прикинь, уже месяц лета пролетел. Нормально, да? Да. Как будто карнавальная маска. Так. А что, сумочку брать не будешь? Нет. Банки где-то у тебя. Банки у меня еще из-под пива есть. Чуть-чуть. Не чуть-чуть, а 6 банок. А 6 банок это евро 50. Да. Евро 50. Ты на кассе не снимай эту штуку. Да? На кассе эту штуку не снимай. Чуть сразу видят, что ты женщина, ухаживающая за собой. Да. Даже если они не знают, в общем, говорит, косметик. Красота страшная сила. Будешь говорить, красота страшная сила. Не, ну вы видите по мне? Да. Вот, и овал начинает. И щеки уменьшаются. Знаешь? Мне кажется, это от того, что ты не покушала полтора дня. Нет. Нет? Даже стричь. Челка. Все, чеши. Скажи все. Как меньше мне надо? Не знаю. В 18 написано, а там этого не знаю. Чеши. Ну, еще что снимешь, что я опять сделаю? Вот цвет поменял. Ну, это меньше, наверное, или больше. О, зелененький. Сиреневый. Розовый. Розовый. С красным. Нормально, да? Да. Хорошая вещь. Все, иди. Потом расскажешь. Покажешь. Расскажешь, как это. Если ты полчаса, даже больше, наверное. Сколько ты будешь в ней ходить. Так мозг болтается. Давай, можете успеешь до дождя. Хотя дождь уже был сколько раз. Ну, ладно, давай. Смотрю в окно. Сосед на Юлю смотрит. Поворачивается, оборачивается. Здрасте. Еле дошла. Представляю. А что ты накупила там? Успокойно. Опять полные сумки. Гудит. Зудит. Задите, все. Меня спрашивают. Что у вас? Проблемы с зубами на зубной протез. Поддержание челюсти? Да. Даже никто не дает, что это такое. Ну, да-да-да. Хватит, намассажировалась. Уже очертания, прям очертания подберут. Ну, с каждым днем все лучше и лучше, да? Да. Скажи? Конечно. Ну, скажи. Подбородок все меньше и меньше, да? Петров, скажи. Да. Это так. Ну, ты там видишь меня в ручке? Ну, конечно, я вижу. Там все девочки помогают, ребята. Очень даже советую, рекомендую. Отлично. И не надо стыдиться. И круглосуточно носить. Там, хотя написано по инструкции, можно, по-моему, 20 или 15 минут. Или от 15 до 30, что-то так. Ну, что? А ты ходила, глянь, сколько? Минут 45. А мама взяла на радостях, что я надела и тапочки забыла. Переодить. Я пошла в домашних. Надо сейчас вот ноги вытереть. Сейчас вытру подошву. Ах, под руки помою. Ну, давай, покажи, что купила. Тоже еще накупила. Что, заморилась? Фу, устала. Еще с этим, короче, подбородком. Заморилась. Так подочь попала он на мук аппарат? Не, он же у меня был вот так, лицом закрытый. Я уже практически дошла до магазина. И даже начался. На сколько сдала бутылок? На 6 с чем-то. Нормально, да? Все деньги потратила, что мне было 30. Евро потом у меня еще было копейками. Сколько было? По-моему, 8. Около 9 даже, по-моему. И бутылки на 6 с чем-то. Так что, ты потратила 45 евро? Да, пристань. Ну, вот я купила 2 лука. Ну, бутылок, наверное, дорогой, да? Ой, 3 с чем-то или 2 с чем-то. Я не знаю, не помню. У меня есть чек. Ну, что-то так пахнет уже спало. Ну, вот это, понимаете? Испачкану. Надо его выкинуть. Это еще от Джеки. Хорошо. Так. И мне он не нравится, он руки режет. Это для бутылок я так собираю. Это тоже такое же. Так. Там я сейчас. Три десятка яиц купила, био. По 3.25 эти яйца. По 2. По 3.25 яиц. По 3.25? Да. Ты шо, ку-ку? А шо, ку-ку? Ого, какие дорогие. Да, я специально захотела. Там 2. Там были рубль 99, по-моему. Которые Лариса всегда берет. Потом были 2.25, а эти 3.25 на 1 евро дороже. Я думаю, я возьму, попробую. Я их никогда не брала, била. Лариса, берет всегда невкусные яйца. А это вкусные, да? А это я попробую. Чего не брала. А до какого числа? До 17. Я купила чеснок. Один, это по-моему 2 евро. Рубль 99, рубль 95, что-то такое. Купила 3 огурца. Хотя мы огурцы брали, я купила еще по 45 центов. Нормально. Огурец. Вчера я целый огурец сама съела. Я вот и маленький этот ем просто так, а этот в салат. Чистить и этот. Я думаю, возьму 3 огурца. Ну что, на евро 50, да? Чё, чихнуть хочешь? Окей. Так. Я слышу, что там бутылки звенят. Бутылки, да, звенят. Блюм-блюм. Купила это. Кусочек... Имбиря. Имбиря. Того, чтобы он не пропал. Био тоже. Даже не помню, насколько она мне зависела. А это Лариса у нее маленькая, а она думает, что это пиво. Даже себе себе пиво, по-моему, что дал бы. У тебя спрашивают. Нет, ты под меня подстраиваешься. Лариса купила 3 этих баночки паштета. Покажи. Вот такой. Да. Один. Вот такой, товарищ Лариса? Да. Считаю паштета. 3 баночки, потому что больше не хватило денег. Потом мы уже завтра им еще купим. На 3 дня. Потом купила 3 молока. Оно нормальное. Оно до 4-го числа. Это фирма хорошая. 3 бутылки было, а это так 95 ойро. Ну, центов. А так евро счет. Я не знаю. Не вижу. Ну, если минус 50%, наверное, евро 80, наверное, значит. Да. Евро 89. Нормальное молоко? Да. Нормальное. Вот это ж йогурты у них такие вкусные. Да, я такое думала, хотела такое брать обычно. А потом смотрю, пацан как раз делает. Не разобью я? Нет. Три бутылки. Думаю, как раз я возьму. Думаю, нормальное до 4-го числа хорошее молоко. Оно еще потом будет чуть-чуть стоять. Даже если после 4-го, еще, может, неделю, наверное, постоять. Так и больше, если в холодильнике стоять. Да, хорошее молоко. Оно вкусное. И 3-8 жирности. И вообще вкусное. Так, и здесь я опять накупила. Мясо наше все. Ну, а что? Мы с Ларисой вчера делала, варила горох. Гороховое пюре. Такое вкусное. Ой, обалденное. Обалденное. И она взяла вот эту вот, мы покупали индейку. Она две упаковочки взяла, брала, потом его обжаривала. Вот. Ну, я практически, я вчера его и доела. Лариса уже не стала есть. Я Ларисе там насыпала две ложки. А я не могла. Я так есть хотела, и все съела. Ну, он классный. Он там, это кауфландовский был, горох. Я его в ящике нашла. Обалденный. Вот она на сковородке его сделала, приготовила вообще. Она его в блендере взбила, свалила, потом пробила его. Вот это мясо чуть-чуть обжарила, туда лучка, все это потушила, потом умоет, аквартирует, снятина. А даже не скажешь, что это огород. Ну, так и не ели наше приготовление. Юль, ты в магазине не наизучалась, и дома изучаешь. Нет, я такая смотрю. Вот, смотрите, вот без акции оно стоило полкилограмма, 4,49, 4,50, минус 50%, 2,25. Так классно. Ну, вот 2,25, прикиньте, у тебя полкилога. Ну, что тебе ходить в тафель? Вот так вот. Хорошо, или в пятницу ходить, он с понедельника сейчас будет. Там еще какие-то колбасы были, ну, меня это не интересовало. Сыра, конечно, минус 50, или минус 30, я никогда не видела. А вот мясо, я считаю, что нормально. Дай, перекрути ты его, я что и сделаю. А сколько ты купила? А вот сейчас я вам покажу. Вот это 3. Я все забрала. Думаю, наверное, мне не хватит. Вот это тоже килограмм, оно какое-то такое, я не знаю, цвет одно было. До завтрашнего числа. До завтрашнего. А это тоже до завтрашнего, до второго. Просто какой-то цвет, не знаю, но для этого он все равно. Это странно, почему, когда пацан, у него всегда, он делает вот товар, который на следующий день. А сейчас тоже пацан был. Пацан, да? Да. Потому что вот, они бы завтра это делали, вот все вот девочки были. Мужик, это Таймала Клоун, такой высокий, да? Высокий, да, такой мужик, да. Как этот, ну, понял, как стеллажник. Да, да, да. Ну, это нет, он как заведующий магазин. заведующий магазин. Или старший, да, он как такой, да. Он может быть, но не знаю. Потому что все вопросы по скидкам, когда я карточку тогда забыла, он ее поносил мне в сельху. Да, когда вот он. А, может быть, я не знаю. Но он вот сейчас, он клеил вот эти вот скидки и выставлял товар. Там было молоко, он еще выставлял такое, по 99 центов. Я еще смотрю, и вот это он наклеил на молоко. Я думаю, возьму, думаю, а что мне брать такое? Вот это на мясо, я там понаклеивал. Там еще какая-то свинина была тоже. я свинину не хотела. Не этот самый. Вот это он мужик был. А я не знала, что он какой-то начальный. Такая думала, что он стеллажник. Не, не, не. Тогда женщина что-то спорилась. Я не знаю, что там немка и вызывали его. Арбузы еще были. Почем? Ой. 77 центов, по-моему, килограмм. Большие? Ну, вот такие. Небольшие. Может, килограмма, наверное, три. Там можно порыться, взять, маленький. Но у меня уже не было денег. Ну, а что, килограмма три, зачем маленький брать? Если бы там на 10 килограмм, тогда я понимаю, маленький. Не знаю. Есть вот такое, есть такое. Наверное, такое лучше для этого, потому что там же шкурка. Что ты там будешь кушать? За шкурку платили. Там где-то я видела, арбузы на штук продавали. В каком-то, не знаю. Авокадо было. Ну, вообще, рубль 50, ну, евро 50. Но оно вообще никуда не угодно. Оно уже, знаете, внутри, это 100%, оно уже внутри плохое, потому что я его взяла, а оно прямо, знаете, как вот кожура уже от этой мякоти прямо, оно вот так берешь, а оно прямо вот такое уже, ну, я не знаю, оно так лежит. Я сначала подошла, думаю, ой, красиво, думаю, сейчас я возьму, думаю, пару рублей 50, думаю, сейчас я возьму пару шпук, выберу. А подошла, посмотрю, мне не надо, я этот огурец взяла, этот имбирь, салатов не было? А? Салатов. Салат вот такой, вот как ты брала, по 99 центов, был, что-то, евро, чешися, чешися, чешися. такой, да, вот такой. Ну, в общем, что-то по скидке. я имела, это по скидке. Не, вот это были, клубника еще была, то, что хотела клубнику, ну, хорошо, что я не взяла, я же мясо набрал. Клубнику потом. Вот, клубника была, вот это вот. Ну, так, по большому счету, мясо там, у тебя сколько упаковки? 4 упаковки маленьких? 4, 5. Ну, 4 маленьких упаковки, это десятка. Ну, десятка. Вот еще. А, 5, 12,50. Десятка и здесь на сколько? 12,50. На 8, на 9 евро, значит, получается 4,50. 12,50 и 4,50. Это 17 евро. 17. Мясо только 17 евро. Так, а остальное что ты брала? Вот, яйца я взяла по 3,25. А, десятка еще. Вот, десятка. Молоко по 90, так, по чуть-чуть. Этот, как вот? Чеснок. Чеснок. Полтора евро. Огурец. Ну, так, я не знаю, так, ничего. Имбирь тоже. Наверное, лук дорогой тоже. Наверное, лук тоже дорогой. Лук, две сетки. Ничего не брало. Вот это вот я взяла. Ну, что, нормально, если это... Ну, это нормально, что мясо ты так вот взяла. Мясо так, да, ну, смотри, да, если так вот человек, например, живет скромно на одну дотацию там и зарплата маленькая. Пожалуйста, вот если ты пошел в магазин, вот так вот скупился такой набор, тебе, пожалуйста, ты можешь первое, второе, то есть тебе вот это мясо на месяц вот так, золовой одному человеку. я считаю, вот этот рацион. И двоим тоже тут хватит на полмесяца. А тебе на сколько? Да не знаю мне на сколько, я же буду покушать. Я себе сделаю как лето. Я себе тоже как лето хочу сделать, паровые, да? Я не знаю. Я добавлю чуть-чуть, жалко, а кабачков не было? Кабачки были, но что-то не была акцина. Акции не было? Нет, и этим, как их, баклажан тоже не была цена. Какая-то 20-15. Там что-то, по-моему, ничего такого не было по акции, когда в субботу эти приходили. Такой классный. Я смотрю футбол. В субботу вообще был такой интересный матч. Его прерывали этот мяч. Гроза была, прикиньте, град. Представляете, град пошел. Вообще, люди, конечно, на трибунах прервали, в общем, эту игру. Вот. Ну, правильно, а как играть? Представляете, молния, все это показывают. Хорошо, это по немецкой телевидении. Хорошо, вообще, классно показывают. Люди, вот это, которые на первых рядах, блин, я представляю, они все в футболках, в шортах, кто вообще галякак. А он, холодный этот дождь. Блин, видно, что люди, знаете, укрылись там плакатами, такими, какие-то, кто клеенки, ну, у кого были там, какие-то маски, чтобы прикрыться. Видно, что пацаны такие дрожатые. Кто как, а как те танцевали, классно. А двое таких, да, а там, там, с крыши льет вода, прямо, как, я не знаю, ручьем, водопад. Они под этим водопадом, значит, в одних шортах, пляшут, танцуют, ну, интересный был матч. Посмотрели, Германия выиграла, 2-0. И забивали, потом, значит, не засчитывали, вне игры там было, ну, классный матч. Я посмотрела, прямо, мы с удовольствием посмотрели. У нас же черешня, еще черешня у нас осталась, надо ее помыть. Черешня очень вкусная. И мы под черешню посмотрели матч. Я хотела сначала идти за пивом, а потом думаю, Таня, у меня так устало всю воду. И мне живот же болел. Не пойду. И под черешню смотрела ловь и матч. Вот. И шот, я вам еще хотела сказать. А вчера проигрывала Англия, играли очень скверно, не очень хорошо. Вот. Но потом вырвали победу. И Грузия проиграла Испании. Теперь будет Испания, по-моему, Германия. Испания и Германия? Да, по-моему, да. Но на вот этих вот, знаете, биржах ставят же, можно поставить же деньги вот на выигрыш. Ну, кто играет, какая вот команда играет. И можно, знаете, как вот это, я точно не знаю, как это, брокерские фирмы или как-то они называются. Может, я неправильно говорю. Вот. Но можно поставить на какую-то команду, и если там выиграешь, тебе будет какой-то процент. Так, по-моему, да, Германия на Турцию поставила больше, да, всего ставок. самое больше ставят вот это вот на Германию и на Турцию. Прямо, это шквал, вот именно, знаете. Ну, наверное, сколько там миллионов, 48 миллионов ставок. Я не знаю, если 100 долларов ты поставишь, сколько ты выиграешь? Наверное, небольшой, да, будет процент, потому что много ставится. Ну, иначе там, знаешь, от чего, как ты вот говорила, кто там первые воды выпьет, кто первые забьет, сколько будет ударов. Да. Наверное, вот здесь будет много, там, кто забьет, именно вот такое, наверное, ставка будет здесь. Это я говорю про Байдена и и Трампа дебаты. Было, кстати, такое, когда были у них дебаты, начинались, тоже можно было в такой маклерской компании, буду ее так назвать, поставить на них ставку. Кто первый, значит, затронет вопрос, значит, о России, кто первый затронет вопрос об Украине, кто первый поднимет стакан воды и сделает глоток, и на это на все-таки на мелочи можно было поставить бабки и потом, короче, получить какие-то дивиденды, получить какой-то процент. Представляете? Ну, то есть, из всего сделано бизнес, ну, правильно. А ты на ипподроме была? Я не была на ипподроме. Ну, мне что-то не очень зажигательное. А что, я пошла, поставила обставку. Ты что, лошади бегут, ты за ними наблюдаешь? Ну, не знаю. Вот, если бы собаки бежали, мне нет, мне было бы как-то жалко, ну, как-то не, а вот лошади классно, ими управляют профессионалы. Если бы выиграть, выиграть.